доброго дня всем сегодня немножко поговорим о том какие лампы я не рекомендую покупать в частности близких мне вот визуально мы видим кучу лампочек начну с того что у меня товарищ купил вот это аналоги дни продает ламп с виду они до похожи но именно похоже еще раз повторюсь вот немножко переделаны названия кто-то занимается просто-напросто плагиатом ну и как бы для конечного покупателя разницы никакой нет что фирменная нефирменная лампа лишь бы она хорошо работала но и цена была хорошая в данном случае цена как бы не маленькая 17 18 15 тысяч как бы это деньги немалые ну что самое интересное кроме визуального сходства и пытается сходство в названии допустим лампа pdr лет мастер макс похоже 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 на то что днепродент макс мастер лампа цены разные сразу скажу что насколько я знаю значит днепродент не работает с россией единственное там кто-то если заказывает по личной просьбе так сказать то он высылает а так чтобы торговать официальных представителей там или магазинов которые у нас в россии продают я во всяком случае не знаю так что если кому-то нужно одна продвинутская лампочка то надо заказывать непосредственно через сайт new вам лампа pdr 18 сделано в сша 12 700 прежняя цена была 14 насчет от пишет лампа pdr сделано в сша копа дневного света качественная световая картинка резиновый кат на краях дает черные полосы в отражении для лучшей видимости защищает кузов от металлического корпуса лампа при работе присоска 120 миллиметров гибкий хребет американского производства вот все что написали дальше пишет лампа pdr 450 миллиметров с полосой рассеянного света в виде крыльев в россии трудно найти сто процентов американскую лампу для удаления вмятин но у нас вы найдете то что нужно данная модель сделана на сто процентов сша что гарантирует высокое качество присосок гибкого хребта причем тут свет и высокое качество присосок и хребта насколько мы знаем все это в китае продается и как бы нормально работает колба дневного света алюминиевый корпус лампы качественная световая картинка ну и все тоже самое присоска 120 миллиметров как посмотрим мы по врезке лампа конечно нелегкая но ее прекрасно выдерживает 75 миллиметровая присоска все нормально все хорошо 120 миллиметров не везде поставишь веселые картинки на эту лампу две штучки 12 700 ну вот честно скажу вот эту бы лампу я не советовал никому дальше будет врезочка про эту лампочку вот которая сделана была 2015 году я уже тогда работал не продентом поскольку эту лампочку я видел ну не знаю может двенадцатом тринадцатом четырнадцатом году и как бы сразу мне это не понравилось почему потому что ну явно работать в свете который лупит тебе в глаза люминесцентный для меня во всяком случае не вариант есть конечно может люди кому это нравится и у кого все получается но у меня буквально через полторы-две минуты мозги закипали а в глазах прыгали зайчики и вмятина начинала бегать по детали ладно врезка будет дальше там я покажу эту лампочку уже в том виде как она есть будет в резко вот по вот этим лампам тоже которые как бы днепродент все похоже визуально сделано и шелкография и тут конечно они не пишут что днепродент но как бы это подразумевается я так понимаю так что вот эти вот лампочки я бы не советовал возьмите в конце концов у нас в россии есть проверенные временем уже фирмы не буду их называть дабы меня так сказать в рекламе не обвинились у кого-то рекламирую есть куча можно забить google яндекс пдр лампы там так сказать вы купите эти вещи получше не хочу ходить этот магазин ребята просто торгует это я все прекрасно понимаю свое время я много чего там покупал ну правда по мелочи не очень дорогого все приходило все того качества что надо то есть магазин у меня претензий абсолютно никаких нет но все же все же все же еще раз повторюсь вот это лампы это подделки под днепродент и свет это не не так как как хотел находим лампочки название чуть другое да и форма другая точно также смотрим классические лампы ну и как мы видим похоже да и речь идет ребята стараются подделывать и якобы не называя здесь на лампочках как мы видим везде логотипы в том числе и на светодиодах на лампах есть логотип все это днепродент толстый поэтому советую если покупать то проверенных местах здесь уже вам как говорится подделку не засунуто все дело в том что 215 евро открываем яндекс рубая евро 80 это получается что 215 евро но грубо 16 но по 17000 такая лампочка и вот открываем стеклоправо что у нас получается то же самое с виду всего примерно то же самое все так же но цена в половину меньше получается и будут люди на этом говорится покупаются что но хорошо лампочка сейчас куплю но дело в том что в настоящих лампах днепродент есть еще куча отличий во первых форма немножко здесь не то но это боксинг днепродентов ских лампах еще есть память имеется ввиду что вот вы настроили там неважно одну две три четыре полосы все зависит от вашей лампы настроили свечение настроили его яркость диммером да все хорошо все красиво выключили лампу проходит какое-то время неважно там минута или день это абсолютно неважно вы включаете лампу лампа включается с теми же настройками во вторых там есть режим когда нажатием на клавишу вы меняете по по короткому клику допустим у вас зажигался холодный свет вот вы нажимаете сочетание клавиш у вас загорается индикатор допустим вам надо поменять чтоб коротким кликом у вас загорался теплым нажимаете и также там светодиодик меняет свой цвет он показывает что по короткому клику у вас теперь допустим будет зажигаться теплый свет надо поменяли обратно других моментов я уже не говорю о качестве свечения и прочим 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 так что в принципе если покупать такую лампу надо понять что ни света не всех вот этих вот полезняшек таких у вас в этой лампочке не будет и свечение будет далеко не дне продэнт еще раз повторюсь к стеклоправу к магазину у меня абсолютно никаких претензий и нареканий нет я там покупал кучу всякой мелочевки которые до сих пор работают частности купил еще по тогдашним ценам в четырнадцатом или в пятнадцатом году толщиномер потом кучу всяких пробойников потом по ума лопатки для демонтажа пластикового еще что-то цены там были нормальные и до сих пор все работает так что вот так я просто говорю о том чтобы я не советовал вам покупать добросовестные в кавычках ребята просто решили сыграть на том что цена на их лампы в два раза меньше и сделали похожий дизайн ну и не написали что кто это что это то есть лишний раз вести в заблуждение допустим называлась бы это вам потом но к примеру там пионер или там еще чего-нибудь уже было понятно что это другая фирма все а здесь об этом умолчается и все красиво расписывается поэтому еще раз говорю вот тут и видео есть не называется кто что и как вот кстати толщиномер 1990 я когда-то покупал еще дешевле но я звук отключу вот тут показывают как это все работает опять же 160 долларов вот видимую цену на 5 полос это уже в принципе близко тому что стоит настоящая лампочка ну с другой стороны они не пишут что это днепродент это визуально очень 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 похоже тем более что как здесь мы видим форма практически такая же как на днепроденте исполнено все но это подделка я вас об этом так сказать предупреждаю и остерега примерно привет youtube привет вот сегодня мне предоставилась возможность познакомиться с лампочкой с такой с настоящей тут на нее что-то написано цин и млайт какой-то ночью фирменная лампочка единственная доработка на нее наклеили полосочку маленькую изоленты или чего-то вот якобы что блики очень хорошо в ней ремонтирует но я в свое время начинал с таких лампочек вот ну и что-то честно говоря я у них шлепну поверхностью достаточно глянцевая отражатель здесь что могу сказать лампочка обыкновенная стоит люмка вот видно что она тут падала подбито уже контакты голые ширина длина где-то 42 ну и лампочка такой не сильный и не маленький ну это фирменная лампа продавались они стоила она тогда 8-9 тысяч посмотрим как она работает как я в ней было для сравнения люмка и лет эта лампочка чуть чуть поменьше это 37 38 по ширине примерно они одинаковые естественно по весу вот эта лампочка весит намного больше это же не на легкая очень легкая удобно вот диаметры посадки у них тут одинаковые здесь присоска 75 здесь такая же будем тестить и снимать возможно я не заслуженно так сказать эти лампочки оставил работаю в леди а возможно и нет тест пока не получается если выключил вспышку попробую не получается так небольшой обзор ламп 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 мобильный ламп на присоски значит слева лампа от 1 открытый свет принципе это классика жанра но все меньше и меньше людей которые такими лампами пользуются так как утомляемость глаз конечно колоссальная от открытого света так значит ну пару слов о том как лампа выполнена ламп выполнена достаточно неплохо здесь резиновая окантовочка по кругу в принципе удобно вот сама сам экран выполнен из полимера значит выключатель вот здесь на торце ну и стандартный локлайн с маленькой присоской теперь непосредственно к свечению ламп давайте начнем с а1 посмотрим как она работает посмотрим что видно в нем в эту лампу ну видите да картинка достаточно говорящая так скажем да говорящий сама за себя вот свет значит который исходит от вот обычной люминесцентной лампы без отражательного элемента он достаточно яркий и тяжелый в восприятии для глаз работать конечно в такую лампу рабочий день достаточно тяжело глаза утомляются достаточно быстро еще одна негативная но одна негативная особенность этой лампы это достаточно узкое рабочее поле ограничивающиеся свечением лампы но здесь и принцип конечно работа немного иной это работа в линию градиента поэтому конечно обоснованно так скажем почему она светит достаточно узко но на самом деле при работе с объемными дефектами это достаточно неудобно вот такой так такая обзорность видите да вот такое узенькое поле ну и конечно очень жесткое свечение утомляемость для глаз нет регулировок яркости никаких поэтому свечение но вот именно такое так теперь значит ну давайте посмотрим как она светит что видно по дефектам да ну градиент на вот этой контрастной зоне достаточно яркий достаточно четко видно шагрень вот поэтому сейчас найду дефект покажу вам как виден дефект в свете этой лампы здесь допустим да вот тут у нас есть дефектик пытаемся его увидеть с вами вот к сожалению очень слабо она передает дефект который находится вот здесь есть вмятинка небольшая небольшой минусок очень тяжело в таком ярком свете именно его увидеть так ну вот это пожалуй тоже достаточно негативный момент что плавную дефектуру такой яркий свет скрывает всего из этого два вывода значит первое это что касается люминесцентных лампочек это было актуально в двухтысячных годах когда не было такого обилия количества ламп ледовских тут вопрос понятен работать ими сложно трудно и глаза будут вставать второе что касается покупки ламп непонятные брендов где люди стесняются написать поставить свой логотип там название и так далее я бы не советовал да там цены будут в половину дешевле но как эти лампы будут работать и все остальное неизвестно непонятно вот на примере моих нескольких знакомых кто на это повели вот они были очень сильно разочарованы так что вывод такой либо вы делаете самодельный свет и им работаете как бы это имеет место быть либо покупайте лампы у проверенных так сказать производителей которые не стесняются поставить свое название свой бренд да свет как бы дело не дешевая но вы его покупаете один раз и потом пользуетесь очень долго